Я не положил, я предполагаю. 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 То есть речь идет об уникальных ситуациях, когда конвенция европейская, в ее истолковании европейским судом вступает буквально в противоречие с Конституцией Российской Федерации. Ну, допустим, по вопросу избирательных прав посередине заключенных, там действительно конвенция их предусматривает, Конституция запрещает. Явное противоречие, мы такие решения европейского суда соблюдать не будем. Здесь же не связано дело с противоречием каких-то норм. Здесь дело связано с различным истолкованием фактических обстоятельств дела. То есть в любом случае, вот допустим, обвинение считает, что Лакженинова злоупотребила своей свободой мысли и слова. А европейский суд скажет, нет, это в рамках свободы мысли и слова. Она и мне злоупотребляла, в рамках допустимой критики властей, и политики. И тут нельзя будет что-то, в общем-то, сделать, потому что никаких, в данном случае, никаких противоречий между Конституцией и Конвенцией, в принципе, нельзя будет установить. Тут противоречие будет именно в конкретных обстоятельствах, в подходах к их оценке. Поэтому я уверен просто, что решение европейского суда через 2-3-4 года будет положительным. То есть будет признано нарушение, как и у меня, кстати, 10-й Конвенции, свободовыражение мнения. И, соответственно, моя подзащитная будет оправдана, потому что решение Европейского суда по правам человека, которым признается нарушение того или иного права гарантированной Конвенции, в силу нового уголовно-процессуального кодекса, является безусловным основанием для пересмотра приговора или судебного решения, неважно какого, по гражданскому делу, по вновь открытшему соответствию. Слюс еще компенсацию ведь присудят. Это неважно уже компенсация. Нет, но в данном случае наносится ущерба бюджету России. А их подробно нигде нельзя узнать, исходя из практики наших, практики Европейского суда, невозможно. И существует, потому что все ситуации разные, абсолютно уникальные. Каждая ситуация абсолютно уникальна. Вот если бы, допустим, она какую-нибудь свадьбу разместила и сказала смерть русским, там, не евреям, например, Европейский суд, конечно, бы сказал, нет, ребят, так нельзя. Это не разные ситуации. А кажется, что выглядит от всех? Мне эти маски, они прошло, чтобы вы не были. А-а-а, они раз в нее рады. Они будут здоровы. Я и самодель за счет, что вы не любите. С интернет-провайдером ко мне. Боится за свою безопасность. Ко мне поскучались утром пять, наверное, человек, которые предъявили мне судебное постановление на обыск. И начали, в общем, полный полк в квартире. Они как под видом интернет-провайдера, да. Ну, вы когда дверь-то открыли, они сразу раскрылись? Нет, они были при штатском, как бы, они, ну, гражданском, то есть, они мне разошли и предъявили вот эту бумагу. Начали обыск, то есть, ну, как бы обыск, вот они, люди все понятые и всякие, непонятно понятые. То ли они были из ФБ, то ли из органов, там, где-то, ну, где-то, ну, вот. Мы вот наблюдали в четырнадцатом году летом, то есть, это все вылилось и где-то осенью, где-то перед Новым годом. Я считаю, было очень та же такая у нашего государства уверенность, что мы зайдем до Львова и будем, когда СМИ впадет быстро, и международное сообщество это прогулось, как нашу внутрироссийскую проблему. Ну, ну, я считаю, чисто меня как может, во-первых, из организовательства, сфиксировать человека, который не согласен с официальным мнением для меня, а во-вторых, я считаю, что это кому-то нужно были на этой почве, по разнарядкам, звездочки на погонах, потому что все эти товарищи, Духовник, Лисовский, которые руководители, исследователи его непотребственные, ну, руководитель Лисовский, Духовнева, они все получили повышение по службе. Ну, как бы, как в тридцать седьмом году, то есть, выхватили человека, судили, расстреляли, за это получили повышение там. Ну, что вы, собственно, опубликовали-то? Ну, вот все, что было, как сказать, оговорено на суде, я, это стихи просто украинского поэта Анатолия Морошкевича, он называется «Кастапа», но именно, что вот русский, русскоязычного человека, то есть, мой дед в 45-м дошел до Берлина, отец мой из Донбасса и русская мать, и вдруг Украина, и надо учиться ее понимать, ну, я уже так вот, ну, как договариваю своими словами. Вот, потом обращение, то есть, как бы, к России русским националистам, которые пошли воевать на стороне, на Донбасс на стороне российских террористов, как бы, то, что обращение к ним, что не позорьте Россию и русский народ. Ну, в таком ключе, то есть, как бы, вот, это все гуляет в интернете, это не списки, как бы, экстремистской литературы, не списки экстремистских, там, сайтов, то есть, это все буквально, вот, до сих пор гуляет свободно по интернету, любой может это выхватить, и, ну, как бы, меня нахли, как слабое извино, что женщина-мать-одиночка, что можно легко, так сказать, юридически не особо грамотно, и вот. Ваша позиция, в Слуке, она просто антивоенная, да? Антивоенный против разжигания, буквально, любой ненависти между русскими и украинцами. Вот, вы знаете, я бы повторила на подключительном слове, что вот эта вот вся вот шелуха, вся эта пропаганда российская, которая вот ввелась на протяжении двух лет, когда люди уже, действительно, они оболвания вот этим всем, они, что хохлы, что надо мочить, что хохлы, такой сухой народ, ну, не должно вот этого быть, не должно в корне. Кто у вас приходит поддержать вот так много народу вообще сейчас? Крупы держат. Приходит поддержать все честные люди, порядочные. Среди них есть и журналисты, есть и музыканты, есть и простые интеллигенции, которые им все равно. Все-таки мы, как бы, все вот наше поколение, дети 90, дети свободы, как веяние свободы, когда уже упал железный занавес, когда мы, как бы, устранили для мирового сообщества, то есть людям, которым, ну, не все равно, что будет Родина и с нами, как говорится. Спасибо. Спасибо.